Гастрономически, спортивный, культурный, медицинский. Наша страна активно развивает все возможные виды туризма. Тренд последнего времени промышленный. У Бобруйска в этом направлении большие возможности. Продукция местных предприятий известна по всему миру. Например, как создается мебель под брендом «Фандок». На заводе готовы показать весь процесс переработки от свежесрубленного дерева до уже готовой продукции. Фрезерно-гравировальный центр фактически заменяет ручную резку. Конструктор продумывает рисунок. Задает программу мастер. Аппарат создает шедевр. От классического панно до минажницы. Экскурсия по желанию туристической группы может выйти далеко за рамки цеха. Предприятие без проблем организует выезд на лесосеки, чтобы показать заготовку с помощью харвестеров. А историю завода расскажет музей. Главные экспонаты в нем – архивные снимки работников, без которых сегодняшний успех был бы невозможен. «Фандок» поставляет продукцию в более чем 20 стран мира – Россию, Азербайджан, Иран, Турцию, Польшу. «Стоимость услуги будет зависеть от того, что захотят видеть наши гости. То есть на первоначальном этапе мы ведем переговоры с руководителем группы и обсуждаем. То есть это вплоть до того, что даже организация питания для наших гостей». Это уже красный пищевик. Еще одно место притяжения туристов. Здесь расскажут и покажут, как создаются всемирно известные зефиры и мармелады. Отдельный пункт в программе – дегустация. Записываться нужно минимум за пять дней. Состав группы от 10 до 15 человек. Длительность экскурсии – один час. «Есть также уникальная возможность самому принять участие в изготовлении зефира в шоколаде. Плюс после окончания экскурсии участники тоже получают сладкий подарок. Производство зефира и мармелада – это уникальное производство. На территории Республики Беларусь больше нет возможности где-то это увидеть. Мы всех приглашаем к нам на экскурсии, чтобы посмотреть, поучаствовать непосредственно в процессе и получить очень большое удовольствие». Проходят экскурсии по вторникам и четвергам, за исключением июля, когда фабрика уходит на плановый ремонт. Вся подробная информация на официальном сайте. Ждут любознательных туристов и на Белшине. Предприятие удивляет масштабами производства и продукции. Самая большая в мире шина – переработка резины, музей с детальным макетом промгиганта. Такое можно увидеть лишь раз в жизни и только в Бобруйске. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.